Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто, поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации о том, как же его сохранить. Меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как часто вы посещаете гинеколога? Как? Да вы что, девушка, я уже старая. Стараюсь сделать хотя бы раз в год, но чаще не получается, потому что я хожу в платную клинику. И, в общем-то, надо будет собрать средства, чтобы посетить. Очень редко. А почему? Ну, так. Я давно не была, ну, я после операции была, а так не очень часто. То есть регулярно? Нет, уже у меня и возраст не такой уже, чтобы часто ходить. А по другим скорее хожу. Не знаю, раз в год, может. А мне, это, я в саду работаю, в детском саду, у меня пропосмотр, вот, и посещаю, да. Ну, где-то примерно раз в год. Редко. Ну, как бы, нет проблем, поэтому не посещала. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, профилактический осмотр у гинеколога проходит менее трети российских женщин репродуктивного возраста. Лишь каждая седьмая идет к доктору в случае возникновения проблем со здоровьем. 40% ждут несколько дней, не пройдут ли тревожные симптомы, а 26% готовы терпеть достаточно долго, пока ситуация серьезно не ухудшится. Всего 15% женщин хорошо знают симптомы такого распространенного заболевания, как миома матки. Об этом мы и хотим поговорить сегодня с вами. Знакомьтесь, пожалуйста, наши эксперты. Марат Угушев, врач-акушер-гинеколог, хирург, кандидат медицинских наук. Здравствуйте. Добрый день. Светлана Бергал, врач-акушер-гинеколог, эндокринолог. Добрый день. Здравствуйте. Что говорит ваш опыт, каково отношение дам к своему здоровью, и как часто они на самом деле просто ради профилактики посещают у гинеколога? Вы знаете, у меня есть целая серия пациенток, которым я объяснила, что раз в полгода посещать меня – это как данность. И таких достаточно много. Эти женщины приходят на прием, узнают, что у них все хорошо, и довольны и счастливы, и мы расстаемся друг с другом. Но, к сожалению, есть категория женщин, которые приходят на прием и говорят, что последние разы они были у гинеколога 5-7 лет назад. То есть здесь есть крайности. Здесь, к сожалению, была ключевая фраза у одной из женщин, которая сказала «нет проблем, поэтому и не хожу». И в этом и заключается большая опасность, потому что большинство заболеваний, женских болезней, идут первое время незаметно для них. И мы призываем женщин приходить и чаще. Вообще, я считаю, что раз в полгода нужно приходить на осмотр к врачу-акушеру-гинекологу. А если есть какие-то проблемы, то, понятно, может быть, и чаще. Ну, а вот смотрите, визит к гинекологу, наверное, не самое приятное мероприятие. И поэтому какие все-таки факты свидетельствуют о том, что это не пустые слова? Ну, вот та же миома, о которой мы сегодня хотим поговорить, растет не так быстро, растет достаточно медленно. Симптомы могут проявиться. Ну, один из примеров, который мы с Светланой Аронной можем привести вдвоем, да, это наша общая пациентка. Женщина обратилась за помощь только тогда, когда уже увеличился живот. Фактически он был... То есть пациентка пришла на прием, мы думали, что она беременна. А размеры опухоли, они были настолько огромны, что женщина напоминала... Ее фигура напоминала фигуру предоношенной беременности. И на самом деле, когда у пациентки была удалена опухоль, размеры этой опухоли, они были настолько огромны, порядка трех с половиной килограмм весила эта опухоль. Она была огромная, порядка сорока сантиметров в диаметре. И много лет эта дама не обращалась за помощью гинекологам. Но чувствовала она при этом себя, ну, замечательно. Единственное, на что она обращала внимание, то, что у нее отсутствовала беременность и рост живот. Миома, получается, это одно из заболеваний, которые лучше бы увидеть и диагностировать вовремя. На ранней ситуации. То есть для чего и нужно регулярно ходить к гинекологу. Ну вот мы уже заговорили с вами про миому, и на примере ее как раз сегодняшний разговор, я думаю, мы и построим. Но вначале все-таки стоит объяснить доступным языком, что же такое миома. Миома матки – это опухоль, на самом деле. Опухоль, которая исходит из мышечной оболочки матки. Это опухоль доброкачественная, слава богу. Вот. Она растет достаточно медленно. Растет в виде таких, ну, мы говорим узлы, на самом деле, ну, шарики. Шарики, которые начинаются прямо буквально расти с одной клетки и могут дорасти до гигантских размеров буквально. В зависимости от того, где она растет, наружу, в самой мышце или внутрь полости матки, от этого зависит симптоматика. Какое-то время симптомов может вообще не быть. Потом, если она растет как бы наружу от матки, да, это может проявляться с давлением, там, кишечника, давление на мочевой пузырь, вызывать какие-то боли, если это давит на нервные какие-то окончания. Если рост идет в сторону полости матки, то женщина может испытывать либо очень обильные мечты, либо даже такие сильные кратчечения межменструальные, не связанные с менструацией и так далее, что требует, ну, иногда экстренных даже операций. Вот это вот миома. И еще один симптом, который не всегда так вот проявляется, это когда миома растет тоже в полости матки, в сторону полости матки, это может быть причиной бесплодия или невынашивания беременности. То есть вот это основные такие вот симптомы. То есть боли, кровотечение, бесплодие и невынашивание. Статистика говорит о том, что миома есть у каждой третьей женщины. Когда я называла сегодня экспертов нашей студии, то не назвала еще одного, и сейчас у нас на связи по скайпу профессор Александр Тихомиров, крупный специалист в области диагностики и лечения миомы матки. И сейчас, собственно, вопрос именно к нему. Александр Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте, Инесса, добрый день. Скажите, пожалуйста, почему распространенность миомы такая широкая? По какой причине появляется миома? Да, это очень хороший вопрос. Конечно, если бы на него был абсолютно однозначный ответ, то, наверное, и проблема миомы матки была бы полностью решена. Но все-таки, если говорить в настоящий момент конкретно, то для современных женщин миому матки можно назвать результатом нерационального использования органа. Причем, когда я так говорю, конечно, я подразумеваю, что в связи с урбанизацией более низкая репродуктивная функция, более короткие периоды лактации. Вообще мы в свое время с академиком Серовым проводили такое сравнительное исследование, что было до 1913 года, а что в 21 веке с репродуктивной функцией у женщины. Так вот, получалось, что в норме у женщины, ну, так сказать, без последствий, в частности, в отношении миомы матки, может пройти от 40 до 140 менструаций. Но дело не в менструации, а дело в ежемесячных циклических изменениях, которым подвергается матка. И действительно, это ведь процесс идет физиологической гиперплазии, матка увеличивается в размерах, готовясь к беременности. Беременность не наступает, все это должно вернуться в исходное состояние. И вот когда так, туда-сюда, около 140 раз эти циклические изменения происходят, то, конечно, может произойти определенное повреждение. Это один из главных механизмов, из главных, наверное, концептуальных моментов, почему может быть такое широкое распространение этого заболевания. Но все-таки могут быть и другие. Вот, например, воспалительный процесс мышцы матки, повреждение ее в результате внутриматочных вмешательств, абортов, выскабливаний, спиралей, всего чего угодно. Так что та первая фраза, которую я сказал, что миома матки – это результат нерационального использования органа, то есть матки, ну, наверное, главная концепция в том, откуда, как вы говорите, берется миома матки и почему это заболевание так распространено. Александр Леонидович, спасибо большое за ответ. Сейчас мы продолжим разговор с нашими гостями в студии. Да, вам спасибо, всего хорошего, до свидания. Я думаю, что, наверное, каждая пациентка спрашивает вас о том, а почему, откуда это взялось и почему у меня. Раньше миому называли болезнью монашек, то есть женщины, которые достаточно поздно выходят замуж, тоже вот в современный век, занимаются карьерой, там, учебой, поздно выходят замуж, поздно начинают половую жизнь, поздно рожают. Вероятность возникновения миомы у них гораздо чаще. Вот для меня всегда, с детства, вернее, отложилось в памяти, да, в книжке Горького, то он написывает про свою бабушку, что его бабушка была, ну, какой это был век, да, это был 19 век, что его бабушка рожала 19 раз за свою жизнь. То есть она все время находилась в состоянии беременности. У нас ни у кого нет таких знакомых, которые хотя бы в 5 раз меньше. Хотя бы в 5 раз выражали. Да, с бабушками миомы наверняка не было. Понимаете, конечно, она не успевала вырасти, потому что все время она была в состоянии этой беременности или в состоянии кормления ребенка, либо в состоянии беременности. Я знаю, что есть споры. Многие говорят, что нужно наблюдать, ждать, будет ли расти, может быть, всю жизнь останется в таком же состоянии и благополучно с этим можно жить. Есть другое мнение, что нужно с этим что-то заранее делать. Так вот, пассивное наблюдение, это правильно или это преступно, ваше мнение? Ну, здесь нельзя однозначно ответить на этот вопрос, но мы сейчас уходим от пассивного наблюдения, в частности, в лечении такого заболевания, как миомоматки. На сегодняшний день мы можем влиять на этот узел, мы можем ограничить его рост и мы можем устранить симптомы. Для этого существует целая серия лекарственных препаратов. Есть и таблетки, есть и инъекции, которые могут влиять на само это миоматозное образование, как на патогенез этого заболевания. Есть, в частности, химическое вещество, улепристалл, под действием которого миоматозное образование может уменьшаться. Это воздействие на патогенез. Также, если женщина имеет миому и испытывает какие-то проблемы со здоровьем, в частности, кровотечение или обильной менструацией, также есть целая серия лекарственных препаратов, которые могут все эти симптомы нивелировать. Поэтому пассивное наблюдение на сегодняшний день, это, наверное, совсем неправильно. Если, например, у человека камни в желчном пузыре, то удаляют весь желчный пузырь. Но, насколько мне известно, в гинекологии подход «нет органа, нет проблемы» уже ушел в прошлое, и сегодня существуют возможности удалить узел, не удаляя матку. И, опять-таки, если я не ошибаюсь, то первая лапароскопическая операция по удалению миомы была сделана у нас в Самаре. И, Марат Алгатыч, вы, собственно, ее и провели. Наша задача — сохранить функцию матки. Какая основная функция матки? Ну, во-первых, менструировать. Это одна из функций. Вторая функция — выносить и родить здорового ребенка. Вот на этом мы и работаем. Не просто убрать узел, а сохранить функцию. Как это сделать? Это надо таким образом, чтобы как можно меньше нанести травму матки. То есть используя определенные инструменты, которые сейчас доступны у нас в России, слава богу. Это буквально не было 10-15 лет назад, например. Сейчас, наверное, в нашем арсенале ультразвуковой скальпель, например, который очень нежно рассекает ткань мышцы матки, и можно аккуратненько узел вылучить из нее. Следующий момент, который тоже в нашем арсенале — это специальный шовный материал, специальная шовная техника позволяет сопоставить края мышцы матки после удаления узла, восстановить полностью стенку матки, чтобы она в дальнейшем могла выносить ребенка и не произошло никаких осложнений во время беременности и родов. Вот это вот очень важный момент. Другой момент еще, который здесь — противоспайочные средства. Потому что мы же знаем, любая операция, к сожалению, она приводит к спайкообразованию. Даже лапароскопия. Я же не говорю об открытых операциях, когда идет разрез живота. Даже после лапароскопии какие-то спайки образуются. Использование противоспайочных барьеров позволяет значительно уменьшить вероятность образования спайки. А спайки, что это такое спайки? Это бесплодие, это боли. Поэтому вот используя в современной хирургии вот эти средства, позволяет нам прежде всего сохранить функцию матки. Вот это самое главное. Я можно чуть-чуть дополню, чтобы наши зрители понимали, матка — это настолько необычный орган, в отличие от желчного пузыря, во время беременности он растет в очень много раз. И вот тот шов, который наложен на матку, от того, насколько хирург качественно выполнил свою работу, насколько матка хорошо срослась, зависит полностью выношивание беременности. Вот состоятельность этого рубца на матке — это основа выношивания беременности. Это очень важный момент. Я сейчас хочу, чтобы мы вместе с вами, с нашими зрителями посмотрели одну из историй. Сразу скажу со счастливым концом, а потом мы продолжим разговор. Откуда так может появиться? То есть не болит, ничего? Узел может вырасти буквально за небольшое количество времени. Почему? Потому что это зависит от кровоснабжения узла. Если ничего не беспокоит, зачем идти к врачу? Здоровье подводит в основном пожилых. В этом Елена была уверена. Обратиться к гинекологу заставила проблема. Кровотечения стали слишком долгими и обильными. Это напугало девушку. Диагноз миома и предстоящая операция стали полной неожиданностью. Очень боюсь, волнуюсь, как все пройдет. Потому что все-таки это расположено на матке. Это очень важный орган для каждой женщины. И очень страшно ложиться на операцию, потому что наркоз, что, как. С доктором вижусь впервые. Любая женщина, у которой был диагностирован миоматозный узел, первым делом спрашивает лечащего врача, можно ли обойтись без операции. Меома матки – очень распространенная женская патология. Но сколь разнообразны бы не были варианты лечения, оперативный – один из самых распространенных. Есть несколько способов выполнения операции. При лапароскопическом в брюшную полость через маленькие разрезы вводятся особые инструменты. С их помощью проводится удаление миомы. Операция малотравматична, и восстановительный период после нее длится всего несколько дней. После этого пациентка возвращается к привычному образу жизни, при условии, что обратилась к хирургу не слишком поздно. Чем больше миоматозный узел, тем больше травма для матки в ходе операции и в послеоперационном периоде. Потому что чисто физиологически рубец больше. Чем больше рубец, тем больше опасностей в дальнейшем. И, естественно, чем раньше мы проведем оперативное вмешательство по поводу миомы, тем лучше. Специалисты утверждают, что при соблюдении всех рекомендаций, режима питания, соответствующих физических нагрузок и приема препаратов, прооперированная женщина может родить здорового ребенка. У героини нашего сюжета все прошло благополучно. Она признается, что все страхи по поводу боли и наркоза оказались напрасными. Но теперь Елена точно пересмотрит график посещения гинеколога. Теперь буду ходить намного чаще. Ну, раз в полгода, как и посоветовал доктор, потому что все-таки за своим здоровьем надо следить и не запускать, как у меня получилось. Потому что это все как бы зависит от нас. После каждого ли удаления миомы женщина может забеременеть? Или здесь могут вмешаться другие обстоятельства? Нет, конечно, могут разные факторы повлиять на то, что сможет она забеременеть или нет. В том числе и сопутствующие заболевания, да, эндометриоз, там, спайки, воспаления и так далее. Но все-таки в подавляющем большинстве случаев нам удается, да, если все-таки женщина пришла вовремя, нам удается восстановить и саму матку как орган, да, и ее функцию внашивания, лучшее заживление. А может ли миоматозный узел перерасти в недоброкачественную опухоль? Ну, как правило, этого не происходит. Как правило... Очень редко. Как правило, уже сидит что-то изначально в нем, понимаете? Отличить не всегда можно вот на каких-то начальных этапах, что мы имеем в виду с доброкачественным заболеванием или с саркомой. Но все-таки саркома – это редкое заболевание, особенно в молодом возрасте. Это все-таки, ну, чаще дел уже там, ну, после сорока. Можно ли быть уверенным после операции, что узлы не вырастут снова? Нет, к сожалению. В этом быть уверенным нельзя. Поэтому наблюдение, посещение доктора, вот как пациентка из сюжета, она совершенно правильно мыслит, и, может быть, какие-то меры нужно предпринимать, чтобы не допустить появления нового миоматозного узла. Хорошо, когда можно сохранить детородные функции, но все-таки иногда удаляют и весь орган, удаляют матку. При каких обстоятельствах это происходит? К сожалению, это приходится делать. И, как правило, это происходит в тех случаях, когда, ну, женщина уже выполнила, во-первых, свою репродуктивную функцию, то есть она уже родила одного, двух, там, или сколько ей нужно было детей. Это, во-первых. А во-вторых, когда, наверное, размеры матки, да, количество узлов, там, симптоматика, которую уже дала эта большая мема матки, сделали невозможность или очень большую сложность для сохранения этой матки, что в данной ситуации, когда нет цели сохранения функции, да, после 45, там, например, лет, и тяжесть операции, как бы, вот, по сохранению матки, она, ну, слишком становится рискованным, не оправдывает, как бы, цель просто сохранить матку как орган, ну, просто, чтобы она была. Часто женщины спрашивают, а как же я теперь все, я уже не женщина? Да, вот после того, как у меня... Именно этот вопрос я и собираюсь вам задать. Да. Есть ли жизнь после удаления органа? Да, есть ли жизнь, да. Есть ли жизнь на Марс? Есть. Вот здесь Светлана Романовна, наверное, скажет, как гинеколог-эндокринолог. Почему? Потому что яичники-то мы оставляем, а дело-то все... В большинстве случаев яичники делают нас женщинами, они выделяют гормоны, и жизнь, конечно, после удаления матки ни в коем случае не прекращается, но иногда после удаления матки возникает такое состояние, которое мы называем постгистроктомический синдром, и, к сожалению, работа яичников после удаления матки, она немножечко ослабевает. И, конечно, мы тоже рекомендуем женщинам после удаления матки назначать какую-то гормональную поддержку для того, чтобы как можно дольше сохранить активность яичников, и чтобы состояние женщины, качество ее жизни ни в коем случае не страдало. Ну, как все-таки относиться к мнению о том, что после удаления матки женщина непременно впадает в депрессию, стареет и теряет интерес к жизни? Ну, наверное, на самом деле это не так. На сегодняшний день удаление матки, если оно правильно сопровождается дальнейшей какой-то поддержкой гормональной терапии, женщина достаточно спокойно переносит эту операцию и возвращается к нормальной жизни. Вот наша задача, вот я вижу свою задачу как гинеколога-эндокринолога, если все-таки такая ситуация возникла, и все-таки пришлось матку удалить, то мы должны помочь женщине жить дальше точно так же, как она жила до этого. Ну, в большинстве случаев у нас это получается. Да, то есть качество жизни, оно не только сохраняется вот при таком подходе, оно улучшается на самом деле. Ну, и возвращаясь к началу нашей программы, собственно, по поводу нерационального использования органа. Получается, что нет возможности как-то подстраховаться, как-то защитить себя от наступления миомы. Существует какая-то профилактика этого заболевания? К сожалению, нам она неизвестна, иначе бы мы применяли ее для всех наших пациенток. Но все-таки надо своевременно думать о деторождении. Деторождение впервые в 40 лет, конечно, оно более рискованно, чем ранний выход замуж выйти в 20 лет, и родить ребенка в 22-23 год, и ни одного. Конечно, это прекрасная профилактика. Еще есть такое мнение, что все-таки, вот смотрите, прием гормональных контрацептивных средств, так называемых оральных комбинированных препаратов, позволяет смоделировать состояние беременности или состояние лактации, может быть. То есть орган, матка, я имею в виду орган, при приеме контрацептивов гормональных, она как бы отдыхает. Она находится в сонном таком состоянии. Она находится в том состоянии, когда риск роста миомы матки уменьшается. Я не говорю, что это, вот принимай гормоны, у тебя не будет миомы. Не могу сказать, к сожалению, такого. Все-таки все, конечно, контрацептивы, они созданы в первую очередь для контрацепции. Если вот девушка, женщина живет половой жизнью, пока еще, может быть, в браке или вне брака даже, если ей пока не нужна беременность, то предохранение контрацептивов гормональных, оно все-таки поможет снизить вероятность возникновения такого серьезного заболевания, как миома. Самое главное, это не надо бояться приема гормонов. Я нашу программу сегодня назвала фразой, опять-таки, взятой у профессора Тихомирова «Не допустить, не пропустить, не запустить». И ничего этого не случится, если все-таки не посещать регулярно гинеколога. Действительно, это очень важно, и это делает женщину счастливой, потому что создает возможность для здорового материнства. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Итак, миома – это, конечно, не повод для паники, ведь опухоль – это доброкачественная. Однако совсем не обращать на нее внимания нельзя, потому что ситуация в организме может резко измениться. Обычная простуда или сильный стресс могут стать толчком к ее бурному развитию. Ну, а это может уже вызвать действительно серьезные проблемы. Итак, главное не забывать, что наше здоровье подводит нас гораздо реже, чем мы подводим его. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова